В архивы сокровищницы нашей общей памяти продолжают поступать неизвестные, но славные имена земляков-ярославцев. Одно из этих имен – Юрий Владимирович Макаров. Оно возвращает нас к русской эмиграции, к Первой мировой войне. Блестящий офицер, служивший в Семеновском полку, оставил мемуары, которые претерпели уже три издания. Первая – в Буэнос-Айресе. Последняя будет представлена ярославцем. Они интересны для исследователей нашего края. Макаровы были соседями Собиновых. Брат автора книги учился с будущим певцом в одном классе. Да и другие сведения о полковой жизни и фронтовых буднях принесут читателям множество неизвестных сведений. Представляет издание общество «Ренессанс Францесс». На презентацию приехали потомки из Франции, Бельгии, Санкт-Петербурга. Для «Ренессанса» это вдвойне важно, потому что, во-первых, наша организация была создана 100 лет ремонтом по Анкаре, в самый разгар Первой мировой в 1915 году. И вот эта тема, посвященная Первой мировой, эта тема очень актуальна для нас. И вот эта презентация – это уже третье мероприятие. То есть сначала мы организовали в прошлом году коллоквиум франко-российский, посвященный Первой мировой войне. В этом году, 1 августа, был концерт Виктора Леонидова, посвященный также русскому экспедиционному корпусу. И вот эта презентация, опять же, как я сказала, третье мероприятие. И для меня оно вдвойне важно, потому что это мой соотечественник. Сколько я узнал через Юрия Владимировича о Первой мировой войне, о Семеновском полку, ему можно быть только благодарным. Как он мог вообще себе представить, что будет такой колоссальный резонанс? Это уже третье издание, второе в России. И у нас уже сейчас большие планы на четвертое издание, потому что материала все время прибавляется и интерес прибавляется. Редактор субтитров А.Семкин